Орден мужества вручается вдове и дочери погибшего летчика Александра Зайцева. Зал приветствует их стоя. Наш земляк, бортинженер ракетоносца Ту-95МС, служил на авиабазе Украинка в Амурской области и разбился во время тренировочного полета в июле 2015 года. Посмертные награды передаются в семью на вечное хранение. По просьбе командования ВКС России орден вручил губернатор Николай Меркушкин. Когда-то нам было защищать фашизм, сегодня новые вызовы. И снова наши граждане, люди, молодые, частые люди, которые выполняют свой долг, и они выполняют счастье. Если какие-то вопросы будут, государство, страна, и мы в том числе сделаем все для того, чтобы вас в разных обжитенных ситуациях поддержали. Еще один такой же орден отправляется в набережные Челны. И будет вручен вдове командир экипажа «Крылатого медведя» Антона Ботечко 22 июня. Решением главы Самарского региона обоим семьям будет оказана финансовая поддержка. Из резервного фонда губернатора выделено по полмиллиона рублей. Очень добрый человек был, очень позитивный, улыбчивый. Ну, очень крутой специалист был. Имеет награды Нестерова. Очень много кого выучил. Он был инструктором. Так вышло, что вручение госнаград состоялось в канун Дня памяти и скорби. Но обладателями почетных легалий стали не только семьи военных. Звание заслуженной машиностроителя России присвоено техническому директору предприятия «Металист Самара» Александру Карпухину. Почетной грамотой президента России награжден председатель Самарского регионального отделения Федерации хоккея Владимир Асеев. Директору «Самарта» Сергею Соколова вручен знак отличия за заслуги перед Самарской областью. Ветерану агропромышленного комплекса Евгению Чичеву за труд во благо земли Самарской. Мой полуниковой стаж работает в вашем промышленном комплексе. Обязываю, господи, попросить вас, Николай Иванович, и ваш офицер, все Самарское самообщество, если можно так выразиться, берегите село. Награды получили представители самых разных профессий и предприятий. Прибавилось в списках заслуженных артистов, работников промышленности, сельского хозяйства Самарской области. Уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гольцовой присвоено звание заслуженный работник органов государственной власти. И все, что мы делаем, мы делаем для человека, во имя человека, для процветания нашей Родины и Самарской области. Николай Иванович, спасибо вам и за заботу к нам, и за вашу работу. Заслуженный работник ЖКХ, авиационно-космического комплекса, правоохранительных органов и социальной защиты Самарской области. Те, кто признаны самыми достойными в своей отрасли. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.